Добрый вечер, мы в прямом эфире студии Репортер. Меня зовут Григорий Бладь. Сегодня мы говорим о резонансной теме о скандальном законе об образовании. Над украинским правительством, похоже, сгущаются тучи. Венецианская комиссия Европейской демократии через право, это уважаемый консультативный орган Европейского союза, порекомендовал украинскому правительству пересмотреть закон об образовании, точнее статью 7 этого закона, касающуюся статуса языков национальных мишинств в системе образования Украины, в первую очередь русского, даже относительно русского языка Венецианская комиссия называет закон дискриминационным. Сегодня мы подискутируем о том, какие последствия могут быть этого решения в Венецианской комиссии, ну и собираетесь ли прислушаться, руководство Верховной Рады, президент Украины к рекомендациям европейских коллег, мы сегодня обсудим с нашими экспертами. Александр Винницкий, зам главы областной организации всеукраинского объединения свободы. Александр, добрый день. Михаил Дейч, журналист, обозреватель, главный редактор EvoC News. Михаил, добрый день. Добрый вечер. Игорь Шевров, юрист. Здравствуйте. Игорь, приветствую. Интерактив, одобряете ли вы такую украинизацию, грубо говоря, украинского образования? Да, либо нет. В конце программы подведем итог голосования. Итак, уважаемые гости. Параграф 4. Статья 7. Предусматривает правовую основу для преподавания других предметов на официальных языках ЕС. Это вот я в выдержке из резолюции Венецианской комиссии зачитываю. Однако этот пункт не предусматривает решения для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского, как наиболее широко используемого в Украине языка после государственного, менее благоприятного отношения к этим языкам сложно оправдать, и поэтому оно поднимает вопрос о дискриминационности нормы. Представитель Европейской службы внешних действий Майя Касьянчич заявила, что в Евросоюзе ожидают от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии, на что Андрей Порубей, спикер Верховной Рады, заявил, что никто скандальную седьмую статью закона менять не намерен. Давайте спрогнозируем, попытаемся спрогнозировать. Как это может аукнуться Украине, вот такие вот невыполнения достаточно убедительных рекомендаций Европейского Союза? Ну, я думаю, что со временем эту статью назовут, если не ошибкой, помните старое затертое выражение, что это больше, чем преступление, это ошибка, то, в принципе, своеобразным политическим преступлением, потому что в таком формате, как она принята, она нарушает Конституцию Украины, которая запрещает любую дискриминацию. Я думаю, что это ошибка с точки зрения политической, с точки зрения экономической, потому что она бьет по экономическим интересам Украины. Это ошибка социальная, это ошибка гуманитарная. В принципе, нужно срочно исправлять ситуацию, нужно приостанавливать эту статью, в принципе, нужно приостановить весь закон об образовании, потому что там есть много вещей, которые уничтожают наше образование как систему и не дают перспективу. Украина при таком законе об образовании никогда не будет развитой страной, и выпускники нашей школы будут обречены лишь на обслуживающий труд. Я думаю, что многие вещи нужно менять, и самое главное, критика этой статьи об образовании бьет по европейским устремлениям Украины. Если мы говорим о том, что так называемая революция гидности, которую многие называют переворотом, она была сделана для того, чтобы оправдать европейский выбор Украины, то сейчас не только наши восточные партнеры, но и не только конкретные страны Западной Европы, наши ближайшие соседи, те же поляки, венеры и так далее, но и полномочный европейский орган критикует и говорит о дискриминации. Дискриминация это один из тяжких политических грехов в Европе, там все настроено против этого, поэтому, я думаю, выводы сделать надо. Хотя я очень сомневаюсь, что нынешнее политическое руководство Украины, нынешний парламент и лично Порубий, который заявил, что он не может отменять, не будет отменять эту статью, способны это сделать в силу многих причин. Я хочу уточнить, что Андрей Порубий не является царем, царь бог или кто-либо еще другой, он всего лишь спикер парламента, один из депутатов, которому дали немножко больше функций, координирующих в основном, и когда он такие вещи заявляет, я думаю, что он выходит за рамки своих полномочий. Александр, что вы думаете на этом? Ну, я, по-перше, приемно сдавал меня позицию Андрея Порубия, я не очікуваю, что он будет готовый против речить Европейскому Союзу. Мы, незважаючи на то, что СССР не голосовала за этот закон, и одна из причин была самая царя статья, потому что мы считаем, что это профанация, что не происходит никакой экранизации освяти, самым через неточность формулирования этой статьи. Мы хотели сделать ее более жесткой, более категоричной. То есть, допустим, что касается русского языка, не какие-то обтекаемые фразы, там, языки национальных меньшинств, а касательно русского языка. Не, ну, насправде, проблема украиня... А в чем, в чем, поясните просто, в чем несогласие партии Свобода с нынешней формулировкой статьи 7 в частности? Ну, уже на основе саме цієї формулирования того, який на сьогоднішний момент діє, пані Гриневич, министр освіти, виробила чотири моделі, на яких мові можуть навчатися діти, скажем так. Ну, перше, це українномовні діти, в них повністю освіта йде на українській мові. Друге, це корінні народи кимсько-татарські, де кимсько-татарський народ, наприклад, може повністю навчатися на кимсько-татарській мові. Як це буде реалізовано, мені важко уявити, бо це ж потрібно відповідні викладачі. Другий момент – це те, що в мовах, наприклад, угорській мові дається можливість вивчати доволі багато моментів, ну, продовжувати своє навчання саме на угорській мові. Ми вже маємо деякі проблеми з інтеграцією угорців, зокрема на Закарпатті. Зокрема, як один з прикладів, через те, що на Закарпатті, там, де живуть угорці, повністю була відсутна українська мова. В цьому році в одному з таких районів, наприклад, 67% людей не здало вступні іспити, ну, не вступні іспити, а зовнішньо незалежна ціна не змогла здати по українській мові. Тобто, 67% угорців, які там проживають, просто зараз не поступять в університет. Саме через те, що вони просто не знають українську мову, тому що їм ніхто її не викладав. В цьому є проблема. Ну і, безумовно, в плані російської мови були там найбільш прийнятні положення, тому що там дозволяється до п'ятого класу навчатися повністю, вивчати російську, на російській мові навчатися після п'ятого класу, як окремий предмет буде російська мова, а інша, вся освіта буде відбуватися на українській. Ми вважаємо, що це теж такий компроміс доволі серйозний, але, тим не менше, я не бачу тут жодної дискримінації, якщо дитина, яка навчається в Україні, вона може окремо вивчати за державні кошти, не просто на якихсь курсах окремо, а саме за державні кошти, що може вивчати російську мову. До п'ятого класу в неї повністю йдеться навчання. Я впевнений, що у російськомовних дітей жодних проблем з цим ми не побачимо. Більш того, ми навіть бачимо приклад Одеси. В цьому році, в кінці серпня, пані Буйнєвіч, голова департаменту міської ради освіти заявила, що 57% батьків написали заяву, що вони хочуть, щоб їхні діти навчалися українською мовою навчання. Тобто взагалі. Тому що для цього вже не потрібно законоборозування приймати, який буде, собственно, діювати методом кнута, а не методом приятника. Я тут согласен абсолютно з нашим уважаємим опонентом по той простій причині. Це действительно об'єктивні дані. Я лично услышав, як на апаратному совещанні Буйнєвич гордістью об цьому говорив. Це об'єктивний результат, свободний выбор родителей. 60%, ну, я кажу, порядка 60%, 57%, суть не важна. 60% хотят, щоб їхні діти учились на українському языку, це первоклашки, 40% на русському. Новий закон ставить вопрос, а що буде з цими 40%? Мало того, я хочу сказати, що в українському законодательстві в практиці образований существують достаточні можливість. відбудуючу, ти не зможеш поступати. І це заставляє вчитися. І це заставляє вчити вчити український класи. Просто родители выбирають свободний выбор. Але 40% хотят по-другому. І якщо їх лишат від цієї можливості, то означає, що це вже дискримінація. Тому що хтось, не вони самі. Я хочу обратити увагу, коли нам кажуть, що ви должны, чи що-то ще. Право говорити на родному языку і право учити своїх дітей на родному языку, в данному різному, на російському, є неотємливим, безусловним правом кожного чоловіка. Для цього не потрібно решення державства, для цього не потрібно чого-то розрішення, принятие закона. Це наше право. Це захищено міжнародні міжнародні конвенції і Конституції України. Думаю, юристы мене тут підтримують. Второй аспект. Любі попытки ограничити право вне конституційні. Я приведу пример села Росквит Одеської області. Совсем недавно там був скандал. Две мамы не захотели учить своїх дітей русскому языку. Це їхнє право. Але при цьому одні подняли це скандал. Об цьому скандалі узнала известна деятельниця Лариса Ніцой. В результате в школі срочно провели засідання педагогічного совета і змінили учебний план. Тепер в цій школі русський язык буде изучати факультетівно. Це говорить о тому, як наші чиновники будуть проводити цей закон, коли почнеться час його реалізації. Ми ж прекрасно знаємо, що наші чиновники бояться цей вертикали. Будуть спущено сверху, а не будуть це реалізовувати. В даному в случае я б хотів обратити внимание на пример того же Херсона, де ще до прийнятия закона директорів школи була така інформація, це рішають депутати, що ця права намерена внедряти цей закон, який, по мнению многих експертов, і ви щас, може, тож підтримуєте, це протиорічит основному закону України. Дякую за питання. Дякую за питання. Я допомню ще своих колег і скажу одну вещь. Несмотря на то, що некоторые наші чиновники заявили о том, що рекомендації Венеціанської комісії це всього лише рекомендації, але на основі цих рекомендації Парламентська асамблея Совета Европи готовить свої нормативні акти. Це перший момент. Тому рано или поздно Україна столкнеться з огромним пресингом в Совете Европи, що і було на предыдущому засіданні, коли президент Порошенко приїжджав і оправдавався по поводу именно цього закона. Це, во-первых. Я уверен, що ця норма не буде реализована, тому що она антисоціальна, антиконституційна, протиорічит европейській конвенції. По факту реализована. По факту, да. Более того, я не скажу сейчас точно название прецедента. Подобні случаи рассматривались европейським судом правом человека. В частности, это було дело против Бельгії, де були ущемлені права франкоязичного населения. Суть заключається в тому, що якщо є хоча б один ребенок в школі, який хоче изучати свій язык, він має його изучати. Государство має обеспечити реалізацію цього права. Це, во-первых. Я хочу акцентирувати внимание на качество цього закона в целом. Во-первых, цей закон ведет к дебилизации нового поколення. де ми сокращаємо количество предметів з 22 до 9, ми об'єдняємо предмети, які не можна объединить. Це перший момент. Второй момент. Ми внедряємо інклюзивне образование, не давати на це ни копійки. Только представьте, як будуть реагувати діти, які в школах на дітей со специальними потребностями. Як вони будуть соціологизуватися? Я углублюсь в цю тему, тому що для того, щоб внедряти інклюзивне образование, в школі має бути предусмотрена должність ассистента учителя. Але государство не дає ні копійки для того, щоб вести таку должність. Или дає таку можливість, щоб було, наприклад, один ассистент учителя на три класи. А некоторые діти требують специального медицинського ухода. Более того, в таких школах дітей з ними коррекцією. І ми хочемо багато цього закону уйти від коррекційного образовання. Це є недопустимо. В цій частиі цей закон є антисоціальним. І як ми будем вращивати, як ми будем добиватися того, щоб наша країна була лідером в науці. Благодаря цьому закону? Нє. Олександр. Ну, я згоден з вами, що дійсно в цьому законі є дуже багато спорних моментів, скажімо, мягко кажучи. Але, ну, повернемось саме до мови викладання. По-перше, з приводу вашого прикладу на Європейському Союзі. Це залежить від національного законодавства. Наприклад, якщо ми візьмемо Францію, то там така мовна політика, що взагалі, ну як це неправда, там неможливо ніяких навіть мов не йде, ви не можете зайти в французьку книгарню і купити книжку на французькій мові. Я поясню момент. Языкова политика начинається з самоопределення человека, якій національності він, кем він є. Якщо в нас є група людей, які є групою, яка проживає компактно і вони хочуть изучати свою культуру, изучати свій язик, то вона пов'язана обіспець цей групі можна, да, можна відчати цей групі обучаться. І тут вона відбувається не просто якщо, а де у нас євляється, наприклад, росі євляється ли національним міністом? Я тут хочу поспорити по цій темі. Це принципіальний вопрос. Ми здесь євляється всі гражданами України. В Україні євляється національним міністом. Уважаючні граждані – це група, яка обладає тими же правами, в отличие, кстати, от многих депутатів. Наши депутаті считають, що ми другого сорта. Ми тут говоримо на русському житті, і наш уважаємий опонент тоже нас понимає. Ми також дуже розуміємо, тому що, в принципі, большинство жителів України принципіально двуязичні. У нас точно такі ж права. І саме головне – ми принципіально не євляється національним міністом. Вийдіть на Одеській вулиці і ви зразу все поймете. Так, у нас многие абсолютно свободно владеють українським языком. Це нормально, тому що український язык – це державний. Хто хоче робити кар'єру, він просто не може обійтись без українського языка. Але чому хтось має заставлять мене називати себе національним міністом і ограничить права моїх дітей в полученні образування? Слухайте, ну, по-перше, якщо ви кажете, що в нас немає національних міністин росіяни, то, взагалі, за яким критеріям тоді ви кажете, що доволі велика частина? Якщо в нас немає національних міністин, то в нас є єдина трудовна мова. Человек може одновременно считає себе… В Україні, кстати, дуже багато таких, які кажуть «да, я українсь, але я російський, але це абсолютно не мешається». Це нав'язана була политика радянської влади. Тебе ніхто не нав'язывав. Я сам, це мій робот. Я приведу простой пример. Мы с вами, ну, очевидно, ми не родили в Советському Союзі. Ну, я не знаю, как вы, но вы говорите по-українськи, я говорю по-русски, просто потому, що нам так удобно. Я хочу привести один пример. Я родился в Советському Союзі. В Советському Союзі, в Україні, заходя в книжний магазин, ты мог купить дуже багато литератури на українському языку, це правда, це все знают. Але дефицитні издання на русському языку були, действительно, дуже редкостю. То же саме, коли я учился в университеті, на першому курсі нам просто приносили абонементи, і ми покупали эти абонементи в український театр имени Василька Одеский. То есть проблема в другому. Мы сейчас с вами пытаемся дать оценку этому закону, в частности, касающееся языков национальных меньшинств, как формулируют в этом законе. Но свою оценку уже дал Европейский Союз. Союз – та структура, к которой мы стремимся, флагами которой завешан центр Киева. Знаете? Ну подождите, неужели не является… Хорошо, Венгрия, Румыния, там, какие-то отдельные фразы, отдельные решения, отдельные там заявления политиков, пусть даже которые находятся при власти. Но неужели это серьезный консультативный орган, уже европейская комиссия уже высказалась по поводу этого, но неужели на нее хотя бы обратить внимание нельзя? И раз уж мы хотим в Европу, то пойти на уступки. Как вы считаете, почему этого власть не делает? Я вважаю, что внутренняя политика Украины – это пророгатива выключена Украины. Даже если мы будем изолированы. Под Запада, под Россию уже априори. Так, все, что происходило в Украине 2014-го, делается именно для того, чтобы решения, которые касаются Украины, принимались именно в Украине. Не в Москве, не в Брюсселе, не в Вашингтоне, не где-то. Но мы считаем себя частью международного сообщества. Скодочку есть? Да, да. С привода дискриминации я хотел бы поспорачатись. Кто-то мне может? У нас уже начинает действовать этот закон. У нас до закону, так званого, кивала Украинская, где была единая державная мова украинская, и все научились украинской. Кто-то может мне сказать, что в Одессе когда-то протиснялась российская мова? Не существует, что в Одессе протиснялась украинская мова, я могу навести без вот. Что начиная от такого абсурдного момента, что не существует регламент Одесской Министерной Ради на украинском. Вот я постоянно працюю с регламентом Одесской Министерной Ради, я не нашел ее, и мне позволит, например, отказывать его на украинскую, я працюю с российскомовной версией регламентом. Это просто абсурд, это нонсенс, не может такого быть в Украине. И именно для того, чтобы мы закончили все эти протиснения самым украинской мовы, нужно вводить этот закон. Никто не заброняет изучать российскую, ходить на великолепные курсы, спелкуваться в БТУ. Вы хоть раз знаете, что в БТУ кому-то забронили что-то было за то, что люди спелкувались. Но если говорить о государственных денег, то в государственных учреждениях, я подкресну, не в приватных, где можно делать все, что заодно. И у нас есть такие примеры, школы, где вы учите вред, например, в Одессе. А в государственных учреждениях должна быть только государственная мова. И больше того, как я уже сказал, на нашу думку, очень много возможностей для национальных меньшин, которые мы узнаем, что в Украине есть национальные меньшины. Я не знаю, почему вам здаётся, что мы все одни национальности, по крайней мере, что у нас немало национальностей. Украине есть национальные меньшины. И есть, можно ли случаться. Объединенная свобода является всей Украиной. Это раз. Во-первых, у нас действительно принята концепция, что один паспорт на национальность. Какие-то денациональные меньшины, мы взагалом, скажем, по этому закону. Но там не сказано, не привязана национальность к языку. Я хочу сказать, давайте сейчас поясню. Не привязана, никакого закона. В том, что статья 7, в чём её опасность? Она может быть как и хорошая, так и плоха. В том, что она является рамочной. И у неё очень широкое трактование. Её можно трактовать как в одну сторону, так и в другую сторону. Но, учитывая заявление нашего спикера, учитывая спикера Верховной Рады, учитывая заявление министра внешней политики... Да, иностранных дел. Кстати, достаточно, прошу прощения, добавив вас... Не дипломатично, абсолютно. Абсолютно, да. Он заявил, назвал русский язык, вот именно русский язык, хотя речь шла в резолюции Венецианской комиссии о языках национальных. Он русский язык назвал орудием колонизации и ассимиляции и гибридным оружием против Украины. Родившийся в России. Я изучал на филологическом факультете Мечникова международные отношения. Ну, к счастью, так получилось, что был полгода курс. Я не встречал в дипломатической терминологии, лексикологии вот такие вот формулировки. Можно я сейчас закончу? Да, я хочу сказать о том, что эту статью, вместо того, чтобы объединять людей, чтобы мы избавились от всех внутренних конфликтов, которые у нас есть в обществе, спикер Верховной Рады, министры странных дел, наоборот, углубляют этот раскол и используют эту норму для борьбы с отдельным языком и с отдельными его представителями. И от этого страдают все люди, которые говорят на этом языке. Может быть, тогда представители нашего правительства возьмут, уйдут в сторону условно и разберутся между собой, отстаивают ли они интересы народа и хотят ли они объединить это общество, сгладить эти конфликты. Потому что языковой вопрос, он действительно долгое время бередил раны общества. И сейчас мы только углубляем это. Тем более, действительно, я согласен, что все граждане Украины, они априори обязаны знать украинский язык. Это норма. Да, и любопытная формулировка Минобразования, которая поясняет эту норму закона тем, что русскоязычные граждане проще адаптируются к украинскому, нежели, к примеру, меньшинства, которые говорят на венгерском. Венгерский находится совершенно в другой группе. Это там уральская, финно-угорская группа, совершенно чуждая славянскому, славянским языкам. Поэтому, дескать, люди, которые разговаривают на венгерском языке, они могут изучать, начинать изучать украинский чуть позже, чем те, кто владеет русским языком. Украинский язык, напоминаю, будет с первого класса титульным, главным, бескомпромиссным языком, который будет внедряться в украинском образе. Не забывайте, что у нас в Одесской области есть еще болгарская община, молдавская община, гагаузская. Например, болгарская община предтремовала этот закон. Не совсем так. Давайте я прокомментирую ситуацию, как вижу ее я. Начнем с того, что несогласие с выводами в Одесской комиссии рано или поздно приведет не просто к каким-то шагам, а вполне возможным санкциям. Потому что если в Украине есть дискриминация, то евро санкций. Вопрос по поводу того, что Украина никого не будет слушать. Давайте признаем, что подписав соглашение по ассоциациям, мы отказались от части суверенитета. Это нормальная обзорная практика. Когда государство подписывает соглашение какое-то, принимает на себя обязательства, а мы приняли обязательства огромное количество, значит мы приняли обязательства согласовывать свое законодательство в режиме уступок по этим вопросам. Так как это понимают в Европе. Мы согласились, это факт. Поэтому возникает вопрос, о каком же Евросоюзе идет речь, если мы не принимаем. И третье, именно четыре модели, которые предлагает госпожа Гриневич, я считаю, что вообще после провала в Венецианской комиссии она должна подать в отставку сама. Это была бы нормальная политическая ответственность, такой ответственный шаг политика. Но, к сожалению, она этого не понимает. Четыре модели, которые предлагает Гриневич, как раз русский язык является самым дискриминированным в этой ситуации. На каком основании? Только потому, что именно целью этой седьмой статьи была наибольшая дискриминация именно русского языка. Насильственная дерусификация, я подчеркиваю, насильственная мощь государства, не желаниями людей. И в результате этого мы видим чистую дискриминацию. И последний вывод, который я могу сделать в этой ситуации. Что делать людям, которые не согласны? Уважаемые одесситы, а чего вы боитесь сказать, что вам не нравится? Я не говорю обо всех, я говорю о тех, кто недоволен этой ситуацией. Почему вы боитесь сказать, что эта ситуация неправильная? Почему вы не можете обратиться к своим депутатам? У вас есть местные депутаты, депутаты Верховной Рады, депутаты Госсовета, депутаты областного совета. Часть из этих депутатов в своих программах поддерживали русский язык. Вспомните, как партии регионов, а многие из этих депутатов сейчас являются депутатами действующими, в том числе и в других партиях, они принимали программу Одесского Госсовета поддержки русского языка. Где они сейчас? Почему они сейчас молчат? Почему Одесский Госсовет отказался принимать даже обращение, в котором они выражали свою озабоченность, могли бы выразить свою озабоченность, еще не принятым законом? Почему они сказали, что это не наше дело? Поэтому я думаю, что сейчас, когда в воздухе уже буквально пахнет выборами, в том числе и на местном уровне, скорее всего они рано или поздно состоятся, надо думать о том, чтобы ваши депутаты защищали ваши права. Потому что, в отличие от экономики, гуманитарные права, они очень болезненно воспринимаются, если их нарушают. Давайте дадим возможность нашему зрителю задать вопрос, он давно на связи. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, задавайте свой вопрос. Говорите, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос, я слушаю языковым, это вот, это что накануне выборов, но я не знаю, как обратиться. Вы понимаете по-русски? Я больной на сахарный диабет 2 типа, по-украински я хворю на диабет 2 типа, это не столь важно. Вот вы мне скажите по-русски, по-русскому или по-украински мове, пенсия 1758, а платежка пришла, надо заплатить 1725. Каким языком и к кому обращаться, чтобы нас в этой стране считали за людей? Ну тут все отчасти оппозиционные к правительству люди собрались за этим столом, поэтому думаю, каждому из вас есть что сказать. Я скажу коротко, поэтому и поднимается такой вопрос языковый, для того, чтобы вы не думали, чтобы вы спорили со своими соседями, на каком языке говорить, а не спорили о правительстве Гройсмана, что она делает, какие пенсии, какие зарплаты, ведь он сказал, что недавно будут подняты пенсии. Опять же, чтобы вы не спорили о другой реформе, которая скоро догонит нас, украинцев, и мы будем плакать и говорить, ай-яй-яй, как же реформа от Супрун уничтожает нашу нацию. И здесь, я думаю, многие будут согласны, в том числе и наше уважаемое. Речь идет о медицинской реформе. Да, медицинская реформа. Поэтому это гуманитарные проблемы, искусственно создаются, мы 25 лет жили без этого закона и вполне говорили на украинском и на русском языках, и было все хорошо. Все эти проблемы создаются искусственно для того, чтобы отвлечь от провальной социально-экономической политики, от провального курса. А вы согласны с этим? В принципе, так, я погоджусь, это выключить штучную проблему. В Украине нет никаких проблем с российской мовой, и нет никаких проблем с украинской, и что правильно наш телеглядер сказал, что люди чуют про то, что с тобой спілкуется про мову навчания, про то, которое должно быть государственным, что, мабуть, скоро выборы будут, 79% наших телезрителей не одобряют украинизацию образования, то есть усиление роли украинского языка в системе образования, давайте по 30 секунд каждый из вас прокомментирует наши результаты, разумеется, не репрезентативного, но показательного социологического вопроса. Вы знаете, я считаю, что чем больше языков человек знает, тем больше у него степеней свободы. Учите государственный язык, разговаривайте на русском, если у вас есть такое желание, изучайте другие языки. Только в этом многообразии мы можем сохранить единство нашей страны. Я хочу добавить то, что данная дискриминационная норма введена в закон, чтобы отвлечь людей от того, что новый закон об образовании направлен на дебилизацию нации и создание из украинцев просто рабочей силы для дешевой рабочей силы для олигархов. Это первый момент. Второй момент. Я прогнозирую, что благодаря этой норме Украина будет подвергнута международной изоляции и что в европейском суде, Украина будет признана проигравшей стороной, соответственно, государственный бюджет придется выплатить компенсацию заявителям. Я хотел бы зазначити, что освета в Украине должна быть выключена украинской мовой. В поводе вы можете спілкуваться в любом языке. Если вы хотите спілкуваться в поводе российской, то это, безумовно, ваше право. Но на любых государственных установках, государственных институциях, в том числе и в освятных, должна быть выключена украинская мова. Я хотел бы гарантировать телеглядачам, что никто и никогда в Украине не заборонен спілкуваться в поводе той мовой, которую вы хотите. Если вы будете слышать, что вам заборонен спілкуваться с российской думой, то это просто провокаторы. Не слушайте. Спасибо вам большое за мнение. Мы говорили сегодня о статье 7 нового законообразования, точнее реакции европейского сообщества на, по их мнению, дискриминационную и скандальную норму. Оставайтесь с репортером. Спасибо еще раз. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok